Аэропорты — это не просто, скажем, финансовые или экономические какие-то предприятия. Аэропорты — это прежде всего, наверное, социальные, возможно, даже более перспективные или значимые предприятия, которые определяют в целом развитие, состояние области и возможность перемещения, решения вопросов, и, наверное, вопросы и привлекательности для бизнеса. Ведь надо понимать, что не быть в аэропорта, во многом бы, наверное, можно было бы рассматривать их как поселок. Для формирования оптимальной схемы управления аэропортовым хозяйством региона было принято решение о передаче активов аэропортов Сахалина и Курил в областную собственность. На рабочем совещании глава области Александр Хорошавин и члены правительства обсудили ряд вопросов, касающихся этой темы. Это очень правильное решение, потому что в любом случае аэропорт, находясь в федеральной собственности, по определению, по законам, не имел приоритетов для того, чтобы рассчитывать на финансирование из федерального бюджета. Я считаю, что это очень правильное решение, когда область, ну, прежде всего, необходимость в аэропортах местного значения. Это прежде всего, конечно, это необходимо области. Это областное развитие, это областные перевозки, хотя здесь существуют перевозки на Хабаровск, но, тем не менее, это местные воздушные линии. И, конечно же, все вопросы, начиная от реконструкции и ряд других вопросов текущих, ведь не только реконструкция присутствует в этих вопросах, это и дотационные полеты, это и регулярность полетов, и надежность воздушного сообщения. Конечно, это все должно быть непосредственно под контролем того собственника, который находится здесь рядом. Что даст хождение в областную собственность малым аэропортам и, в частности, Ахинскому. Во многом, конечно, улучшит положение. Если раньше организация сама зарабатывала средства на свое обеспечение и хватало их лишь в лучшем случае на текущие расходы – телефон, интернет, зарплата, так называемая коммуналка, то теперь из поступающих средств областного бюджета можно будет реконструировать взлетно-посадочную полосу и модернизировать ее для новых самолетов. Ремонтировать здание аэропорта, постройки и припортовую территорию, а также заменить устаревшее оборудование. Мы четко знаем, что нам нужно. Хотелось бы, чтобы в полной мере администрация удовлетворила нашу просьбу. На сегодня аэропорт работает на старом оборудовании, у которого есть еще техника, есть оборудование, которое с 1980 года эксплуатируется. С одной стороны, это говорит о рачительном отношении к этому оборудованию, с другой стороны, оно уже не соответствует тем требованиям по своей эффективности, которые были бы нужны предприятию. Это система обеспечения и энергоснабжения воздушного судна, система аварийно-спасательных мероприятий на земле, и это должно быть новое современное оборудование. Я ведь понимаю, что пассажирам не нравится заходить в холодный самолет перед вылетом. Это неправильно. Но на сегодня аэропорт не располагает необходимой техникой, чтобы это было так, как в цивилизованном мире. Поэтому это вот первый этап, первая необходимость, которая бы обеспечивала безопасность и комфорт пассажирам. Вторая необходимость – это более новая и эффективная техника для расчистки взлетно-посадочной полосы. Сегодня по той технике, которая у нас есть, нам нужно порядка 5-7 часов, чтобы подготовить летное поле для приема. Вот даже несмотря на то, что мы начинаем с 8, иногда с 7 часов утра, когда я вижу, что не успеваем, все равно мы заканчиваем очистку летного поля во второй половине дня, когда световой день короткий, и аэропорты заканчивают свою работу, исчезают запасные, и для авиакомпании уже сложно выполнять рейс, когда не обеспечены те требования, нормы, которые должны быть. Поэтому, я бы сказал, менее острый вопрос для аэропорта, но, наверное, более значимый для пассажира – это эффективная техника, которая могла бы очищать в течение нескольких часов и готовить летное поле для приема воздушного судна. И, конечно же, проводить множество текущих работ на более качественном уровне, а это прежде всего безопасность полетов и безопасность самого аэропорта как государственного стратегического объекта. За счет этого улучшится наземное обслуживание и обеспечится регулярность полетов. Но самое главное – эта программа даст возможность сохранить малые аэропорты и малую авиацию в области. Даже за рубежом авиация такой категории является дотационной. Наверное, нашу страну можно в какой-то мере сравнить с Америкой по территории. Но там аэропортов чуть ли не на два порядка выше. Ну, а Англию нельзя даже сравнивать с нашей страной. Но вот в Англии таких аэропортов малых, примерно как у нас, или вот Европа. Хорошо с Европой сравнить. Да, малых аэропортов очень много. Они датируются, они содержатся. Местные власти заинтересованы в том, чтобы их поддерживать и финансировать. И это дает возможность иметь определенный уровень развития регионов, занятость населения в том числе, быстрое перемещение, решение экономических вопросов, привлекательность для бизнеса в конце концов. С экономикой не поспоришь, будь то мировая или развитых и развивающихся стран. Малая авиация не может быть на самоокупаемости, нужны дотации. Правительство Сахалинской области идет не просто в ногу со временем, но и не отказывается от опыта прошлых лет. Что-то подобное было в Советском Союзе. Была одна авиакомпания «Аэрофлот», имеющая и донорские, и дотационные аэропорты, и авиалинии. И как-то с этим справлялась. Сегодня за счет входа в областную структуру аэропорты региона, и в частности Ахинский, займут более выгодное экономическое положение, что положительно скажется на работе организации.